Сегодня состоялось открытие мемориальных досок на доме 45. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы устанавливать мемориальные доски, нужны специальные разрешения. Вот расскажите о том, как это было получено. Значит, согласно тому, что мы подали заявление 17 января в главу НПУ и попросили рассмотреть наш дом как исторический памятник, нам была выслана экспертная комиссия под председательством профессора Салимова. Они свидетельствовали здесь, у нас было собрание даже прямо в подъезде. Они были с фотоаппаратами, значит, прошлись по подъезду, сфотографировали артефакты. Мы организовали доступ в квартиры, где также были фотографированы потолки и пол, там, где они сохранились. И также мы предоставили документы, заключение иностранных экспертов, на основании которых дом 45 является ранним конструктивистским сооружением. То есть такого типа сооружения сохранились только в Ереване и в Москве на постсоветском пространстве. В частности, Борис Чукович отмечает, что еще в 1986 году наш дом был принят под охрану государства второй категории. И в целой конструктивистской среде. То есть это было решение, распространяется на несколько зданий. Вот тот колледж, который вы видите напротив, наш дом, и еще строение, которое есть по улице Амеры и Тимура 45, это была единая конструктивистская среда. И наш дом является очень ярким представителем. После этого Министерство культуры опубликовало в газете УЗ о том, что дом 45 навестила экспертная комиссия и была составлена экспертиза, на основании которой был организован метод-совет. Значит, существуют очень четкие порядки кабинета министров, как происходит принятие зданий под охрану. Уже научно-методический совет рассматривает данное экспертное заключение и приглашает также жителей для защиты этого объекта. Мы приготовили большое количество материала, у нас была большая видеопрезентация на 20 минут. Мы попросили очень внимательно выслушать, и в числе этой видеопрезентации были голосовые заключения, устные Маргарита Филанович, а также с экспертным заключением выступил академик Сейсмовых Хакимов, который утвердил то, что наш дом, даже при восьмебальном землетрясении, не получит существенных разрушений. Кирпичная кладка в нашем доме равна монолитной кладке, деревянные конструкции не имеют прогибов и удовлетворительные. Влад, самое главное, получено разрешение на установление этих неприальных грузов. Да, значит, дальше что происходит. Согласно решению научно-методического совета, 16 членов комиссии подписывают протокол. Был подписан протокол номер 119, на основании которого дом является памятником архитектуры. Вот уже именно с этого момента действует закон об охране памятников, статья 12, абзац 4, о том, что до внесения дома в кадастр наследия, процедура оформления, дом является памятником архитектуры и охраняется законом. На основании этого городская инспекция города Ташкента прислала нам образец, шаблон мемориальной доски. По этому шаблону, на узбекском языке, по этому шаблону мы заказали, по этому тексту мы заказали памятную доску из мрамора. И, соответственно, у нас есть письмо из главы НПУ, в котором значится, что дом 45 принят под охрану государства. То есть на законном основании установлено 2 мемориальные доски.